Доброе-доброе утречко. Представляете, я проснулась в 7.30, и ещё был свет. Я встала такая, думаю, классно, сделаю себе кофе. Пока я умылась, свет выключили. Даже не по графику, я вообще не знаю, по какой причине. Просто выключили, и всё. Я вчера проснулась в 2 часа ночи, потому что в 2 часа ночи его включили, хотя выключили вчера его, по-моему, если я не ошибаюсь, в 6 вечера. И в 2 часа ночи его включили. Я быстро поставила в окна загрузку и уснула. И сегодня снова... Вы уж простите, что вы в темноте, но у нас сейчас жизнь такая в мраке. Я... Собираюсь сейчас с собаками гулять. Да, Шантюшка, собирайся. Пойдём, всё равно дома делать нечего. Будем сейчас на улице делать заставку. Хоть на свету на себя посмотрю нормально. Можно идти на площадку. Вернее, в люди выходить глаза. Правда, ещё не совсем открылись. И что вы думаете? Сегодня было в квартире прохладно? Нет. Было так же жалко. Вообще не стало после дождя свежее. Буквально где-то час. Было ещё более-менее. А потом всё. Ты, Руська, пошли! А потом опять жара, жара, жара. Вот здесь вот в темночке сегодня хорошо. На нашей стороне там где солнце. Я уже всё позакрывала. Что-то я слишком часто жалуюсь, да? Наверное, давайте начнём по-другому. Всем доброе утро. Всем прекрасного настроения. Хорошего, замечательного дня. Всё будет прекрасно и хорошо. Единственное меня задолбало в выключении от света. А так всё отлично. Включила освежитель воздуха. Мне Данил принёс бутылку воды, которую он сумел заморозить. Одна моя уже полностью, видите, разморожена. Вторая ещё немножко со льдом. И поставила на Тарусика, потому что ей безумно-безумно тяжело. И сейчас хочу пойти попробовать. Может, всё-таки голову посушить? У меня есть целых полтора часа. А ещё нужно успеть постирать за это время. Я собралась. Боже, мне так нравится. Я такая загоревшая. Белая юбочка. Оттеняется. Шикарно. Короче, куда я иду? Да, я такая красивая. Иду за доместосом. У меня закончился доместос. И у меня закончилось средство для того, чтобы мыть плиту, ванну. Короче, вот это вот всё нужно мне купить, приобрести. Поэтому я беру свой. О, сейчас я вам покажу. Обалденный шоппер. Но по-другому никак. Он у меня, понимаете, тоже мне сюда, кстати, подходит. Очень даже и неплохо. Вообще просто обалденно. Да. Обалденно, обалденно. И ещё раз обалденно. Потопала. Я первый раз за всё время в глаженной футболке. Потому что я и успела её сегодня погладить. И даже успела волосы, представляете, вытянуть. Ладно, потёпала я. Всё равно у нас сейчас выключат свет. Поэтому тут делать нечего. Приду домой и, как всегда, буду в потёмках мыть ванну. Там реально нифига не видно. Как только... Ой, сумку неправильно надела. Как только свет включают, я вижу, что там происходит. Как только свет выключают, я ничего не вижу. Вот так что, как-то так. Ох. Всё. Всё. Теперь правильно. Маленькая, да ударенькая. Пока собиралась, пока выходила, уже и свет выключили. На часах 11.50. А включили его в 10. Просто идеально. Сейчас самое время купить доместос и мыть, мыть и ещё раз мыть. И я забыла вам рассказать, Кира, за меня вчера у Вики осталась. Ночевать домой она ещё не пришла. Говорит, у Вики там прохладно. Пусть спит. Ну, а я в простор. В простор. В простор, в простор. Нашла классное зеркало. Где? В просторе, конечно же. Потому что здесь мне нужен доместос. И ещё мне нужен доместос. Вот такой вот. Раз. И два. И всё, ребята. Я сегодня с утра гуляла по парку и увидела воронёнка. Маленького, который, ну, выпал с гнезда. А, знаете, было такое лютое желание его забрать. Мы собак отгородили от него. Вороны налетели. И нас к нему не подпускали. И сейчас хочу пойти всё-таки в парк. Вот здесь вот шкребёт душа. Посмотрите, забрали ли вороны его. И не убили ли дети его. Потому что у меня какая-то такая неприятная чуйка. Вообще не могу. Я не хочу себе его убрать. Но я не хочу, чтобы его жестоко убили. Потому что дети очень жестокие. Ну, вот здесь вот его нет. А он сюда попал. Но я не вижу. Очень надеюсь, что с ним всё хорошо. Сегодня не холоднее. Так же душно, так и жалко. Я из Золушки превратилась, вернее, из принцессы превратилась в Золушку. И пошла я мыть ванну. Блин, в темноте так я неудобно мыслирую. Потому что ты реально там ничего не видишь. Но ванну я мой вот этим вот доместным. Это для меня самое лучшее средство. Ну, а второе доместное место я кутила для пелёнок. И ещё взяла средство для посыли, потому что у меня закончилось. Эфира вчера меня попросила, чтобы я не трогала вот это вот. И теперь я объедаю этот арбуз, чтобы ни в коем случае не задеть её круг, понимаете? Я не знаю, может быть, она уже забыла. Но я помню, что она меня просила. Была в магазине и не зашла хлеб купить. Пойду сейчас посмотрю, может, хлеб есть. Одела мокрую футболку. Она постиралась. И вот эта вот висела сохла. Думаю, одену, чтобы мне было легче. У нас дело в том, что в нашем магазине сейчас уже товар не привозят. Потому что осталось совсем немного времени до его работы. И я очень надеюсь, что там будет хлеб. Я чего-то хочу, просто чёрного хлеба. А в мокрой футболке так хорошо. Правда, на улице сейчас выйдешь и всё. А ремонт наш, да, видите, всё. Он, наверное, уже закончился. Я так предполагаю, что всё. Знаете, что самое обидное? Вот реально самое обидное во всей этой истории. То, что кто заплатил деньги, тот вообще ничего не получил. То есть наш этаж, он вообще полностью заплатил деньги. И всю полностью сумму. И мы не получили вообще ничего. Мы остались тупо без ремонта. Вот этот этаж и вот этот этаж, они вообще не заплатили ни копейки. Но у них хотя бы хоть что-то есть. И потолок, и стены, и вообще идеально. Понимаете? Ну, почти идеально, можно так сказать. А они вообще никто. Ноль. Просто ноль. А мы заплатили, и мы не получили вообще ничего. Потому что эти дурацкие строители начали снизу всё делать, а не сверху. И теперь верхний этаж не готовый. Получается, мы просто тупо попали на бабло. Привет. Привет. Ты меня услышал? Я пойду в снег, в магазин схожу, хлебушка куплю. И я очень сильно застроена. Безумно сильно. Что ничего не получили, и тупо попали на деньги. Жопой чувствовала, что не надо ничего сдавать. Вот реально жопой чувствовала. Вот этот вот натиск соседей. Вот этот вот натиск. Давайте, давайте, сделаем. И по итогу нихрена мы не сделали. Заплатили деньги, а получили большой-большой... Покажу дулю. Но сами знаете, что не её. Купила для холодильника продуктов. Потому что кроме хлеба там сейчас хранить нечего. Идём, идём, орёт. Пошли. Я тебе тоже купила, да. Идём. Идём, идём, давай, давай. Потому что у меня в хлебнице хлеб тоже портится. Из-за жары он там преет. И я теперь хлеб там не храню. Пошли, снег. У нас так нахмурилось. Даже где-то гремит. Возможно, дождик пойдёт. А мне так уже надоели эти генераторы. Боже мой, спокойствия нет. Кто там? Кто там? О, боже, Кирюха? Доброе утро. Оставь открытую дверку, чтобы тут хоть как-то сквознячок был. И вот эту штучку подставь, пожалуйста. Да, вот так. Потому что в квартире жарко. Разбудили тебя, да? Давай, собираемся, тебя уже ждут. Кира такая смешная. Он говорит, ты не испортила мой круг в арбузе. А ты показывала? Да. Спасибо. Пожалуйста. Я возьми с собой или тебе хватит? Хватит. Давай. У меня вот такая вот конструкция от жары. Видите? Личный вентилятор. Уже второй. Первый вы уже видели. Кто видел, вернее, поставьте лайк. Что? А я вон футболку погладила, можешь ее одеть. Ладно, нет. А ну, ты там, может, займешь, займешь. Да ну, сними ее. Ну, я бы чистенькую все равно одела. Я успела одну погладить. Я в ней проходила два часа. А ты во сколько уходишь? Через час. Доставлю сюда. Бески с шоколадом? Да. Давай, может, я подогрею покушать. Хотя бы доедим, чтобы не испортилось. А вермишельку с беточками? А то испортится. Ну, Кира. Давай беточек мне и яичка. Все. Держи. Больше еды нет. Мы все доедаем. Теперь надо снова готовить. И снова съедать. Всем, кто будет кушать вместе с нами, всем приятного аппетита. Хорошего настроения, замечательного дня, мира добра и не болейте. Посмотрите, какая у нас погода. На улице как вечер, часов уже десять. Реально, как десять часов вечера. Мне нравится. Так темно. Нравится, только нифига в квартире не холодно. Зато в квартире у нас вот такая тьма тьмущая. Вот так вот смотришь. Вот я люблю всегда вот так вот фоткать. Именно вот так вот. И вот это реально, этот дом с этим небом и с этими деревьями выглядит, знаешь, как будто ты в каком-то фильме. Ну, вот посмотри. Только телефон все равно так осветляет. Ты фотографируешь, а фотка потом получается светлее, чем в реальности. Нет, посмотри. А, ну твой телефон осветляет. У меня телефон сильно осветляет. Но сейчас что-то должно быть. Туча как раз над нами. Ну, знаете, ребят, сейчас вот так вот. Даже темнее. Да, да. Ну, короче, темнее. Киры, но все равно даже темнее. У меня телефон очень сильно осветляет. Не так же, как у меня, потому что я затемнила. Вот сейчас посмотри на картинку и посмотри на эту. Оставьте вот так вот. Я сейчас сюда вставлю рядышком фотографию, где я вчера снимала в 2 часа... Нет, не в 2, где-то в пол первого ночи, когда здесь было темень тьмущая. Вообще не видно было руки, но телефон осветлил на максималке. Ветерок срывается уже. Но ветер тупо горячий идет. Ой, людям так не нравится мое слово. Тупо горячий. Ветер очень горячий. Но я просто надеюсь, что эта туча что-то принесет. Сегодня бы я тоже не против дождя была бы. Да, Добюшка? Были бы мы не против дождика. Боже, как темно в квартире. Все из-за того, что я позакрывала окна. Но если бы я их не позакрывала, нас бы уже в живых не было. Вот это мне уже нравится. Вот это уже дождик. Вот это уже гроза. Не такая, как была вчера. На кухне, наверное, у нас там уже все затопило, да? Еще один ко мне приезжает ливень, еще второй ко мне приезжает ливень. И все мне говорят, ну это же так романтично. А потом начинает слушать. Кира идет на дружеское свидание. И, как всегда, ее друзья приезжают именно в такую погоду, когда у меня здесь замочила уже весь подоконник. Как думаешь, не надо тратить ливень? Конечно, надо. Боже мой. Боже мой. Блин, вот так не хочется закрывать же окошко. Но надо, наверное. О-о-о. Потому что здесь сейчас все будет вот в такой вот грязи. Видите? Вот так вот. Так, окей. Закрошь дверки? Давай, солнце, пока. О-о-о. Кир, возьми зонтик. Тут такой сквозняк. Так романтично. Так романтично. Но мне говорит, пофиг. Все, она ушла. Здесь у меня на балконе дни капает сюда. Здесь вообще все хорошо. Только на кухне. На кухне я закрыла. Хотя такая свежесть приятная. Но надо все закрывать. Господи, я только что чуть не сделала потом. В ванне. Хорошо, что есть вот та вот штучка. У меня аж руки трусятся. Я села. Словила связь. И потерялась. Боже мой, как мне плохо. Я думала, все, здесь сейчас уже будет весело. И соседям ремонт делать, и себе ремонт делать. И вообще красота. Долбаный интернет. Да. Иди сюда, дверь открой. Только без камеры. Собралась я идти с собаками гулять. Вот эти вот джинсы нашла. Думаю, как раз и не жарко, и не холодно будет. И мне кажется, очень даже прикольно. Не знаю даже, как себя показать. Вот здесь вот будет лучше. Вот так. Оранжевые кеды. Единственное, что моя пуполка неизменна. А еще мне только что Кира сказала, что я стала тихо разговаривать. И только что она пришла с другом, со своим. И я ему тоже что-то говорю. Он такой, что, что? И она мне, вот видишь, мама, я же говорила, что ты тихо говоришь. И я начинаю грешить, знаете, на что? На антидепрессанты. Думаю, блин, а может быть, это они так влияют, что я настолько расслаблена, что я еле говорю. Но я себя слышу хорошо. Просто я перестала кричать. Реально перестала кричать. Я даже если кричу, я кричу тихо. И вот теперь даже не знаю, это хорошо или плохо. Напишите мне в комментариях. Я действительно тихо разговариваю? Меня действительно не слышно? Боже, на улице такой шум. Меня точно не слышно. Не смотри на меня, идем. Давай пошли. Ну что ты там легла? Идем на улицу. Шанти. Шантюся. Идем гулять. Пошли. Ты не умираешь от жалли. Пошли. Хоть на улице и дождик, но зато там свежо. В квартире просто у нас нифига свежее не стало. Даже граминочки. Единственное, только на кухне можно еще существовать. А в комнате ветра нет. Поэтому мы идем на улицу. Несмотря на то, что там еще мороси и легкий дождь. Ребята, посмотрите. Вот этот вороненок. Все-таки он жив. И с ним все хорошо. Боже, я так переживала. Мамок не вижу, но он один. О, что с ним делать? Вот скажите, пожалуйста. Но я себе ворону точно не хочу. Но он кушает, все хорошо. И я никого не вижу из взрослых. Но он сюда прискакал. Что вы думаете? Я не смогла. Я не смогла. Я иду домой с вороной. Да, малыш? Мы тебя выходим и выпустим. Хоть я ворон не сильно люблю, но птенцам умереть не дам. Вот и клетка приходилась. Но сейчас пойду все-таки погуляю с собаками. А потом буду разбираться. Пошли. Дождь начался сильнее. Короче, у этого вороненка что-то с крылом. Надо будет сводить его к ветеринару, чтобы он его посмотрел. И не сказал, что дальше делать. В общем, все будем делать. Мне везет. Я себя иногда ощущаю, как доктор Ду летом. Пожелайте мне удачи. Сантюш, я думала, ты здесь пойдешь уже пешком. И ты не собираешься. Давай. Так, все, все. Сейчас моемся и идем кашу варить. Дома, наверное, никого нет. Окей. Так, все в ванну пошли. Да, мыться. Лапы мыть. Давай. Лапы давай. Посмотрите, что у меня произошло с творогом за один день. Он просто вздулся. Это в холодильнике, потому что холодильник не работал. Я не знаю, сейчас попробую его открыть. Если он не взорвется, будет хорошо. Но дам его уже собакам. Так, творожок оказался еще годным к употреблению. Но его нужно съесть именно сейчас. Поэтому я сейчас им накормлю еще птицу. Кушайте. Мне как раз нужно еще приготовить еду для вороненка. И, в общем... А готовить я ему, наверное, буду овсянку. Обычную овсянку. С чем-то еще. Я не знаю, с чем. А вот с этой вот кашей, которую я для птенца покупала. Она у меня тоже еще осталась. Туда еще эту кашу добавлю. И вообще будет шикарно. И еще творожок. Творог дам просто так. Потому что если я в кашу добавлю творог, у меня каша скиснет. Так, свет у нас. Холодильник у меня не работает. Принесла птицу. Я так поняла, что мой снег только увидел. Потому что она стояла на балконе. Балкон был открыт. И снег даже не заметил. Но, в общем, вот так. Вот так. Надо вот этот скотч снять. Тихо, тихо. Ой, ты там накакал. Надо все убрать. Коду кашу поставила. Все. Будем наблюдать, как он будет себя вести. Что будет интересного. И когда я найду эту тёточку, которая занимается птицами, чтобы ей отдать этого вороненка, чтобы она его выходила. Короче, ребята, первую партию еды пришлось в него запихнуть. Сейчас надо будет потом ему клюв, конечно, помыть. Но он уже начал сам. На. Только надо вот так вот по клюву бить. На, бери, бери. Вот, смотри, кашка. Давай. И ещё чуть-чуть надо смачивать. Ой, боже мой, так неудобно. Держи. Давай. Давай. Еда. Давай, давай. Ну. Вот. Умничка. Давай. Молодец. Молодец. Ой, молодец. Давай. Ешь, ешь. Ой, молодец. И тут молодец. Просто умничка. Давай. Ещё. У меня все руки в этой каше. На. Держи. Смачивай. Вот так вот. Вот. Да. Боже, какой ты молодец. Сейчас ещё яичко тебе сварю. Яичко ты точно будешь. Держи. Вот. Ребята, он кушает. Видели это? Молодец. Молодец. Замечательный. Давай, только ещё чуть-чуть. Давай, давай. Собак не бойся. Они тебя больше боятся. Угу. Да, собаки тебя больше боятся. Ну, ещё. Давай, давай. Сейчас ещё яичко сварю. Как раз сейчас не так жарко. Яичко будет в самый раз. Держи. Вот. Молодец, молодец. Учись. Учись самостоятельно. Вот. Да, 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 да. Почти правильно. Ты почти правильно всё делаешь. Боже. Там пришла Кира. Она сейчас и будет, и будет в шоке. Кира! Да. Иди сюда. Да. Выключи свой сериал. Сядь у вас. А-а-а! А-а-а! и что это это ворона зачем ну вороненок это реально вороненок маленький короче рассказываю историю самого утра гуляли с собаками гуляли с собаками и он на него накинулись собаки мы всех собак разборонили он спрятался в кусты еще бегали и мамки у него что-то с крылом в обед я ходила смотрела я никого не нашла думала уже все мамки то есть забрали куда-то увели вечером вышла с собаками он стоит один одинешенько вокруг него коты и никого нету из родителей таки его выпущу как и соловей эту синицу все нормально посмотри какой классный ворон ну пошел его сгрызли так и нельзя было просто кошек окошке думаешь потом не приду да такая интересная ты держи у киры нет слов у вас наверно такая же реакция как и у киры ну простите я с собой ничего поделать не могу сериал киры тоже ворон нет нет это сокол какой-то тоже соком смотрите 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 он сам кушает какой молодец умничка молодец а я тут готовлю яички и здесь уже подготовила картошку чтобы поджарить привет привет выпусала немножко походить ну чтобы перышки там размял я не знаю что они там должны делать но ходить тоже надо в честной клетке долго не просидишь но на удивление у меня снег подошел понюхал и ушел то есть ему большие птицы не интересны ему интересны только маленькие птицы часть сижу смотрю на эту птицу но которая под столом и думаю насколько сильно я бешусь на ворон который у нас в парке живут и насколько я сумасшедшая что решила спасти ворону я просто чем не всего кира тоже сказала я вам не удивляюсь но она мне не такая как я реально кира вообще не так она бы прошла мимо вот что-то мне кажется что она бы прошла мимо а я нет я с детства вот это вот всех пытаюсь спасти реально с детства всех пытаюсь позже да что ж у меня на голове я не знаю я не знаю что у меня на голове на голове волосы которые не хотят никак укладываться вообще какую-то правильную позицию они не хотят укладываться еще картошка там у меня горит короче красота красотища а вот ребята и наш ужин все-таки мне кажется что я наверное торможу мне кажется что я как-то потормозну кому разговариваю может перестать пить антидепрессанты а может быть они как раз только начали действовать на меня и у меня пошла вторая стадия сначала была стадия сна теперь стадия заторможенности но просто их только через месяц ты начнешь понимать как они на тебя действуют короче все я на сегодня вам скажу всем пока что ты делаешь ну много пожилой много я не насыпала она мне перебрасывает сюда мясо а птица там что-то кушает что-то слушает ты чё ты совсем странная ну да что никто его не трогает ее вернее так что она вот там вот все нормально все хорошо а я тут ноги ставлю и что он тебя думаешь за ноги за твои укусит нужны ему и твои ноги больно а вдруг так все ладно ребята так вот ноги ставлю не страшно он не будет тебя трогать он тебя боится так же как и ты его у меня вообще-то вороны постоянно агрятся они постоянно мне это бегают за мной и клюют меня вот будет ворон который будет тебя защищать все ребята на сегодня всем пока у меня очень много мыслей я много чего еще не понимаю ворона это не синица ворона это не воробей и с ними было намного легче честно вам скажу эти животные они безумно умные и с ними сложнее все всех люблю всех целую или наоборот и до скорой встречи до завтра всем пока птица попросилась ну как я ее взяла на руки он залез ко мне на руки сам а потом прыгнул мне на стул обосрал мне стул придется завтра стирать и сидит на стуле прекрасно вообще терра нельзя терра уйди пожалуйста это не твоя еда ладно так и быть я уже буду чистить этот стул хорошо что у меня вот эта штука снимается все почище ты поешь может быть а ну как бы полезно будет в общем ладно ребята до завтра все хорошо это точно уже до завтра всем пока карп